К Новому году готовы. Лесные хозяйства области уже заготовили 48 тысяч елок. Продавать их будут в специально отведенных местах. По каким ценам в этом году жители смогут приобрести лесную красавицу, расскажет Анастасия Куклева. Купить елку и не угодить за решетку. Такая задача стоит перед всеми любителями лесных красавиц. С этого года штрафовать будут не только те, кто продает нелегальные елки, но и те, кто их приобретает. Чтобы новогодние праздники не пришлось встречать в местах столь отдаленных, жители должны ответственно подойти к покупке елок. Покупать их необходимо на специализированных базарах. Также продавец обязан показать документы, подтверждающие оплату и ордер на отпуск елок из лесхоза. Что касается именно ответственности за незаконную рубку, в этом году с 1 августа внесено изменение федеральным законом в данную статью Кодекса административных правонарушений. Который говорит о том, что лица могут быть привлечены за приобретение, хранение, перевозку и избыт незаконно заготовленной древесины. И штраф за данное правонарушение составляет порядка 5000 рублей. Лесничьи хозяйства активно заготавливают елки. Украсить главный праздник года уже готовы 48 тысяч красавиц. Все они достаточно молодые. Лесники срубают новогодние деревья в возрасте от 5 до 10 лет. В лесхозе покупатель может заранее выбрать ту елку, которую хочет, чтобы ему срубили. Что касается стоимости елок, то она останется на уровне прошлого года. А на ярмарках их можно приобрести по цене от 100 до 150 рублей. Цена, я считаю, что она доступная для всех. Никто не жалуется. У нас лесхоз отпускает на месте, если с делянки сами люди заготавливают при присмотре лесничеств, то от 80 до 100 рублей. Если соскладывали с хоза, то 100 рублей. Спрос на новогодние елки порождает появление большого количества браконьеров. В прошлом году в лесах дежурили волонтеры. Они охраняли елки от нелегальной вырубки. В этом году уже сформированы маршруты патрулирования. По ним будут курсировать 64 бригады. Максимальный штраф для тех, кто решил сэкономить, то есть для браконьеров, составит 4000 рублей. Таких смельчаков с начала месяца выявлено не было.